Микс Ньюс В гольф приходят по разным причинам 5 часов на свежем воздухе, в приятной компании В том числе прагматическим Кто-то приходит в гольф за мужем, кто-то за бизнесом Но одного не отнять Такой пол знакомых в гольфе, что в принципе они уже точно не пропадут в жизни А все потому, что В гольфе человек открывается И уж точно можно сказать Попробовал один раз и в принципе зацепило так, что Каждый вторник Слушайте программу АП Гольф Ответим на все вопросы о гольфе Можете пояснить поподробнее, что такое Кадди В 15.30 на Радио Балком Добрый день или вечер уже, дорогие радиослушатели С вами в студии Александр Петров И Виктор Афтальц Сегодня у нас передача АП Гольф И будем рассказывать Каждую вторую неделю будем продолжать наши рассказы о гольфе И тема сегодняшней нашей передачи Это в принципе правила игры И рассказать чуть-чуть о поле Как оно выглядит И с чем это все кушают И почему бьют И куда хотят попасть Да, наверное, надо рассказать о том, что Первое на первое, что поля бывают совершенно разные То есть это у многих людей, я думаю, что поле это с ромашками и васильками ассоциируется Да, если мы говорим про гольф-поле, то гольф-поле стандартное уже для соревнований должно быть с 18 лунками Есть поля, где есть 9 лунок Если там проводятся соревнования, то надо проходить два круга, чтобы в конце было 18 лунок Но в стандарте, как я уже рассказывал месяца два назад Да, уже лет 300 У нас 18 лунок И лунки, они различаются по тому, за сколько ударов надо сыграть каждую лунку Если мы смотрим по средним стандартам, то 18 лунковое поле должны мы пройти за 72 удара Если мы прошли Если мы можем пройти за такое количество ударов, мы играем как? Хорошо Хорошо Виктор, наверное, может быть сейчас поговорим о том, в каких регионах поля находятся Потому что мы же понимаем, что в Латвии это поля, где в лесах Италия зачастую горная история И как вот они... как на твое мнение, как лучше играть, где лучше, удобнее? Ну, есть и побережние поля, где всегда больше ветра и меньше деревьев Но там больше скалистые районы, есть горные районы, есть лесные районы И поля отличаются своим рельефом, поля отличаются качеством и, конечно, длиной сезона Так как мы с тобой тоже играли в тропических странах Там и другая трава, и другие грины И совсем другое... скажем... Другие... не правила, а состояние полей Там другие подходы вообще к уходу за полями Если ты играл в Дубае, ты рассказывал мне насчет того, как там ухаживают за полями Да, что это, конечно, очень для нас, скажем, непривычно Что в пустыне, там, где никогда ничего зеленого не было Да, вдруг стоит прекрасная, да, там одни из лучших полей для гольфа Там под каждым кустиком этот Бангладеш сидит Который за этим кустиком укаживает То есть, совершенно серьезно, их там очень много Да, то есть, как бы, вот мы, как бы, хотим, чтобы слушатели поняли, что Гольф-поля настолько разнообразны по своему рельефу, по своему виду То есть, есть гольф-поля, которые с видом на океан Есть гольф-поля, которые с видом на море Есть гольф-поля, которые на крутые горы Которые где-то бьешь, перебиваешь через пропасть этот мячик, да То есть, поэтому здесь каждое поле, на которое вы, надеюсь, будете приходить То вы будете получать совершенно разные эмоции Даже если вы второй раз проходите одно и то же поле, оно у вас совершенно по-другому выглядит И в сотый И в сотый раз, да У нас хоть и полей хватает, но все равно, да, даже в клубах, где там 9 лунок Ты каждый раз проходишь эти 9 лунок или 2 раза каждый раз по-другому Из чего состоит гольф-поле? Да, 8 лунок это, конечно, 18 лунок это, конечно, стандарт Но само поле тоже имеет свои названия И там есть свои препятствия, которые сделаны так, чтобы игрок с трудом мог бы забить эти 72 удара за раз Откуда мы начинаем выбивать мячик? Это так называемый т-бокс или стартовая площадка Они различаются от вашего уровня игры Да, есть профессиональные т-боксы, которые находятся дальше всего Потом есть для любителей, для сеньоров и женские Ну, женщины у нас получают метров 30 форы, да? Ну, у них удар тоже не всегда такой сильный, как у нас, да Поэтому форы есть, но всё равно от этого расстояния, которое уменьшается, не изменяется счёт ударов Так что изменяется дистанция Профессионал будет бить с самого дальнего Любитель будет бить с ближнего Девушки будут бить ещё ближе Но количество ударов от этого не изменится Если мы смотрим на эти 72 удара, то лунки у нас разделены 95% на лунки, которые надо забить за 3 удара Это лунка пар 3 называется На каждом т-боксе на стартовой площадке у нас есть табличка, где мы видим карту этой лунки Мы видим какие там препятствия И мы видим дистанцию И мы видим пар, то есть количество ударов, за которые мы должны пройти эту лунку Есть пар 4 лунки Они чаще всего длиннее, конечно Это не пар 4, это 4 удара Да, есть лунки 4 удара, пар 4 Они длиннее и дальше, чем пар 3 И мы должны стараться пройти эту лунку за 4 удара И если мы смотрим так, ну на стандартного гольфиста, да Пар 4, да То с первым мы должны пройти полдороги Со вторым ударом мы должны попасть на грин Это у нас будет следующая часть поля И третьим ударом подбить к лунке И четвертым забить Ну это как бы считалось бы стандартной хорошей игрой Это считалось бы хорошей игрой, а не стандартной Хорошей игрой Тогда у нас следующие лунки Это идут пар 5, то есть 5 ударов Там уже вторым ударом до грина Не профессионал, скорее всего, что не может добить Чаще всего они примерно 400-500 и за 500 метров И, конечно, это может быть и за углом, и через воду, и через лес И даже ее не видно с тибокса, со стартовой площадки Да, потому что, ну, представьте себе Не удар, а расстояние в 540 метров Да, и вы должны там увидеть флажок Конечно, за один удар такого не забить Да, бывает, что эти лунки находятся и за углом, и на горе Да, что мы должны, конечно, перед тем, как начинаем играть Просмотреть карту поля, проверить, чтобы понять, куда бить Ну, мы как бы можем также сказать, что количество ударов Это для тех игроков гольф, которые, скажем, играют в спортивный гольф Как скажем, да, любительский на спортивный Но очень много людей, которые ходят больше как для радости Получают какое-то удовольствие просто от того, что гуляют и что-то пинают Мы все стараемся сыграть в пар То есть сыграть или меньше пара То есть забить Главное, какая у нас задача Забить мячик в лунку с наименьшим количеством ударов Не накосячить Да Так что мы стараемся, конечно, сыграть в пар Но не всегда это получается Я бы сказал, что это редко получается И здесь нам помогает система гандикапа, о которой мы уже говорили Система форы Да, система форы Так что чем ты теоретически хуже играешь Тем у тебя больше фора со своим противником Или даже с собой У тебя всегда фора против поля Так что если поле надо пройти за 75 И ты можешь его сыграть за 80 Всегда будет игрок стараться его пройти за 72 И бывает, если про поля еще говорить То редко, это уже больше исторически Или из-за ландшафта Бывают поля, где есть лунки пар 6 Я даже тебе присылал фотографии Да, есть В Эстонии В Эстонии, да Самая близкая у нас это пар 6 Она тоже больше, чем 500 метров Но там надо перебивать через две горы И еще за угол Так что изначально ты знаешь только направление Куда мячик должен лететь Но окончания, конечно, не увидишь Хорошо, Виктор, может быть мы Из чего состоит лунка? Да Тип-бокс Это у нас был место, откуда мы Стартовая зона Да, делали первый удар И тогда у нас Ну там, конечно, много зон Но мы хотим играть прямо То есть игровая зона Она называется фэрвей На фэрвей Есть Трава всегда скошена Да Есть Разные Стандарты длины травы на фэрвей Но за ней следят Ее Косят Ее убирают Убирают все посторонние предметы Да Чтобы ничего не мешало мячику Когда он падает на фэрвей Чтобы он мог еще катиться вперед Да Но не всегда удается нам Сыграть и ударить идеально Тем более на такие большие расстояния Если мы там бьем 200 метров 250 метров Профессионалы бьют там 300 метров Да И если мы не попадаем в фэрвей То у нас есть такой термин Раф Да То есть не гладкость, не ровность Которая тоже является частью Частью поля И это не кошенная Не ухоженная Не ухоженная, но не кошенная трава Это может быть и лес Это может быть и кустарник Это может быть и длинная трава И всякие натуральные элементы природы За которыми следят Но которых там не косят Да Все признано для того, чтобы усложнить жизнь гольфисту Да Поэтому надо стараться играть в фэрвей И не только есть у нас натуральные препятствия Но у нас есть и искусственные препятствия То есть самое распространенное Это бункер Это песочное препятствие Яма с песком Да Из которой, во-первых, если туда попадает мячик Он не очень любит выкатываться оттуда Он там застревает И из него намного труднее выбить, конечно, мячик Чаще всего они находятся в таких местах Которые находятся чаще вокруг грина Которые у нас уже последняя Последняя часть игровая поля Это часть поля, где мячик катим А не бьем Да И мы вернемся еще к грину Потому что нам осталось еще из препятствий Еще водные препятствия Когда-то их разделяли там передние или боковые И боковые Но сейчас все препятствия называются одинаковые Как зона пенальти И есть разные правила Пенальти это в данном случае штраф Правильно я понимаю? Зона штрафа Если мы попадаем в зону штрафа Смотря в какую мы попадаем Там красную или белую или желтую Есть разные правила Как мы оттуда уже со штрафом Выкидываем уже новый мячик Ну давай может быть спортивные Так совсем составляющие не уходим Я правильно понимаю, что грин Это то место, где мячик попадает Перед попаданием во флаг В лунку так скажем И там обычно, как знаешь, там все вышлифовано В принципе там чистота покоса Частота шлифовки это бильярдное поле Бильярдный стол Длина грина Там совсем другая трава Там на грине совсем другое качество травы Длина травы не должна превышать полтора-два миллиметра Представьте себе, как косится Она шлифуется Да, какое, ну косится тоже, да Шлифуется и трамбуется, конечно, каждый раз Да, но какое качество травы Чтобы она не превышала длины там двух миллиметров И если остальные удары у нас идут по воздуху Да, то последние удары, которые уже идут по грину Они уже мячик катится, чтобы он попал в лунку Правила гольфа меняются Сейчас последние большие изменения были в 2019 году В первом январе, когда поменялось там Как мы можем сбрасывать мячик Как мы заканчиваем игру Даже сейчас пандемия чуть ввела, скажем так Неизменение правил в правилах рекомендации Да, мы стараемся уже Мы не стараемся, нам запрещено косаться в ложках Да, мы запрещено касаться всего, как и всюду Поэтому и группы поменьше И контакт между игроками у нас все время Дистанцию и революции Социальная дистанция, да, совершенно верно Это все в гольфе очень легко применять Потому что место позволяет и два метра друг от друга Мы можем найти на нескольких гектаров земли Это да Так как мы дошли до грина Тогда от одного до трех-четырех-пяти ударов Нам надо забить Закатить мячик в лунку И после того, как мы закатили Мы считаем свои все удары Которые у нас были с первого до попадания в лунку И это и считается на счет Да, конечно, мы уже говорили, да, хотим, чтобы мы забили Как лучше Количество ударов такое, которое указано на табличке То есть какой пар, да, при четырех паровой лунке четыре удара И хотим, конечно, забивать меньше Если смотреть на соревнования профессионалов, да То они уже соревнуются в минусах, да Они проходят поле меньше установленного количества ударов Ну, нам это не следит Ну, не, ну, Берди, Берди, мы же любим Да, да, да Мы же любим Берди Да Клюшки Если мы Так как удары разные, насколько вы поняли И дистанции разные Да, то клюшки тоже разные У нас есть, грубо говоря, три группы клюшек Это вуды, да, исторические они называются Потому что были сделаны из дерева Да, сейчас они больше титановые или металлические, да Но все равно называются исторические вуды Я тебя поправлю Это самые длинные клюшки с круглой головкой для удара Да, и с самым маленьким углом контакта с мячиком Да, так что это чаще всего ими бьются длинные дистанции И в различии от расстояния, да, каждый игрок выбирает клюшку, какую он хочет Вторая группа у нас это железо или айроны Айроны Айроны, да Они железные были исторические И с вкладками железными были Ими бьются уже более точные расстояния Да, каждый игрок знает длину каждого своего айрона Да, и они там есть с первого номера по девятый И есть сэндвэджи, с которыми играть на ближней дистанции выбора много Я поправлю, ведь, что каждый игрок, в принципе, имеет свои те клюшки, которые ему удобны То есть не обязательно играть всеми клюшками Ты можешь играть там из 14 Да, и есть игроки, которые двумя играют И совершенно нормально проходят, кстати Да И в конце это у нас паттеры Это те клюшки, которыми играют уже на грине Которыми мячик котят Катят Катят по грину, чтобы попасть в лунку Так что каждый игрок, который уже какое-то время играет Он знает, ну или примерную, или точную дистанцию каждой своей клюшки И принимая во внимание там ветер, дождь, температуру, расстояние до лунки Выбирает правильную для себя клюшку И старается как можно меньшим количеством ударов попасть в заветную нашу лунку Вот я просто чуть-чуть ворвусь, что в продаже есть достаточно недорогие Если кажется, что катить легко, то каждый может купить сувенирный набор И попробовать закатить просто по прямой мячик Не знаю, 5-3 метра И тогда как бы появится какое-то впечатление, о чем мы говорим Не все так просто в гольфе, как мы рассказали Было бы, как старые правила было Бей мячик, откуда он упал На поле, где он был И если не получается ни то, ни это То поступай в справедливости Да, правильно Но есть, конечно, и система штрафов Да, за ошибки надо платить всюду И за некачественные удары или неправильные удары тоже надо платить Но в гольфе надо платить ударами Да, и так как мы стараемся, чтобы их было меньше То, конечно, штрафов не хочется За что можно получить штрафы? Это первое Если мы выбиваем мячик из границ поля Да, они, конечно, все поля имеют свои границы Да, и если мы выбиваем за границы поля Это у нас уже тогда дает штраф Но границы поля обозначаются колышками в основном, правильно? Колышками или забором, да Чаще всего это белые колышки Через которые выбивать нельзя Если нам все-таки получается Мы получаем за это или один, или два штрафных удара Это уже зависит от того, какие внутренние правила поля За что еще можно получить штраф? Это если попасть в воду, откуда нельзя выбить Или потерять мячик Да, ну практически Есть еще, конечно, специфика Если стоять на линиях и так далее Но это уже, я думаю, надо для тех, кто уже начинает играть Когда проходит курс зеленой карты Чтобы можно было играть Вы должны сдавать тест по правилам и этикету гольфа Чтобы выйти на поле Да, чтобы вам позволили выйти на поле И с правилами мы более-менее закончили Но правило это не единственное, что у нас имеется в гольфе В гольфе еще имеется этикет И этикет гольфа это означает не только как мы должны играть Но как мы должны вести себя на поле Иногда от знаний правил и знаний этикета зависит, я бы сказал, жизнь человека На всех полях запрещено людям, которые не знают правил находиться Потому что если идут по полю прогуливаясь И слышать, что кто-то кричит фор и не знает, что это значит Если кто-то кричит фор из игроков То в вашу сторону летит мячик И вам надо прятать голову, чтобы он по вам не попал То есть надо понимать, что мячик это летит со скоростью пули А по характеристикам он как бетонный мячик Да, мы видели, мы видели Ну в ютубе можно посмотреть, что происходит, если попадает мячик Это больно, да По ноге я получал Мне кажется, тебе тоже было По ноге мне по руке Ну тоже, да, приятного мало Да, приятного мало, да Так что знать правила, знать, что может произойти на поле Это всегда надо Что подозрумевает этикет Это, конечно, кто-то называл когда-то гольф-игру аристократов Да, поэтому и разговоры были сведены к минимуму Что и сейчас есть, да Мы должны не мешать другим игрокам играть Это у нас есть этикет одежды Нельзя играть в джинсах Мужчины должны играть в рубашках полу Если играют брюки, должны быть с ремнем Шорты должны быть с ремнем И есть специальная обувь для гольфа Которая вам, во-первых, улучшает качество удара Во-вторых, ну когда-то это было, да Еще старые ботинки, они улучшали качество поля Да, но сейчас это уже больше, чтобы не скользили ноги Чтобы были лучше и дальше, и точнее удары Да, у женщин тоже есть этикет одежды Да, тоже есть Нельзя одевать все, что хочется Да, но у леди чуть-чуть посвободнее Да Они могут в юбках, они могут в таких спортивных Да, в шортах, в брюках могут, да Но могут с рукавом, с средним рукавом Или без рукава полурубака Так что там есть преимущества Что еще про этикет Да, мобильные телефоны должны быть по возможности Скажем, на соревнованиях вообще их не используют Да, но главное не мешать другим Не спрашивать вопросы Потому что за датие совета и принятие совет Мы можем получить штраф Клюшкой Да Клюшкой В любом случае советы в гольфе не приветствуются Если их не спрашивают То есть в рамках турнира это вообще запрещено А в рамках общей игры, если тебя не спрашивают То лучше этот вопрос не поднимать Потому что это может обидеть человека И как бы не нужно это Да, ну в принципе Успели мы пройти через все 18 лунок Рассказать про главные правила Еще раз всех Сейчас погода позволяет Я думаю многим людям тоже позволяет и время сейчас Нет худо без добра, как говорится Так что всех приглашаю пробовать играть Приезжайте на поля, тренируйтесь Идите на тренировочные поля Ищите тренеров Играйте в гольф Играйте в гольф Все, всего хорошего Уважаемые радиослушатели До свидания До следующей Нет, встретимся через две недели Радио Болткома